Предприятие уже 20 лет производит различные виды котельных, теплогенераторы, сушильные камеры и мини-ТЭЦ. Их поставляют и по России, и за рубеж. А благодаря участию в нацпроекте в прошлом году предприятию удалось перейти на конвейерное производство и повысить производительность труда. Руководство предприятия надеется, что это позволит увеличить экспорт. Мы проговаривали вопрос сейчас по экспортной поставке. На экспорт мы поставляем, но немного. Немного. Я думаю, что с увеличением количества выпуска продукции мы уже можем предлагать и зарубежным партнерам спрос на это есть. Также завод планирует увеличить число сотрудников в два раза. Также в планах строительство нового производственного комплекса. Инвестиционный проект позволит увеличить выпуск готовой продукции с одного до трех миллиардов рублей. И его планируют поддержать в администрации региона. Развитие этого и других промышленных предприятий Ковровского района, исполняющие обязанности главы региона, обсудил с представителями администрации муниципалитета и бизнес-сообщества на площадке Ковровского бизнес-инкубатора. Александр Мига отметил, что Ковровский район является одним из промышленных лидеров региона. Сейчас основной вектор развития муниципалитета – расширение кластеров, технопарков, индустриальных парков, а также развитие молодежной политики. На территории города планируется создание каворкинг-центра, где молодежь будет проводить досуговые мероприятия, развиваться, повышать свой потенциал, какие-то рабочие места в сфере, тем более в сегодняшней ситуации, когда мы все столкнулись с пандемией и есть возможность работы на удаленной системе. Обсудили на совещании развитие в районе туризма эта сфера в муниципалитете крайне перспективно. Так, в Коврове расположен дом-музей конструктора оружейника Дегтярева и историко-мемориальный музей. В районе – усадьба Танеевых и усадьба двух генералов. Они давно открыли партизанскую деревню. Но Ковровскому району в этой сфере есть куда стремиться. Туристическая отрасль является для нас инструментом не только привлечения туристического потенциала, но и инвестиционного. Действительно, огромное количество туристов и экскурсантов ежегодно к нам приезжают. Понятно, что эти люди, каждый из них, каждый из наших гостей потенциально может быть и нашим жителем, и нашим инвестором. По итогам совещания участники приняли решение создать рабочую группу по продвижению его экономического потенциала. В дальнейшем рабочая группа обсудит и утвердит генеральную концепцию развития Коврова и Ковровского района по всем сферам жизни. Ее включат в стратегию социально-экономического развития Владимирской области.